Про того, которого любила, про того, чего исполнила. Выходят на линию с песней. В Самаре начал курсировать автобус Победы. Помимо традиционных цветов и георгиевских ленточек, пассажирам выдают то, без чего сейчас нельзя появляться на улице. В этом году помимо традиционных ленточек мы будем раздавать маски с учетом пандемии. С праздником! Удивленные пассажиры присоединяются к поздравлению ветеранов войны и тружеников тыла. Рахима Губайдулуева тоже работает на транспортном предприятии, но сегодня у нее выходной. Масочный режим соблюдает, без средств индивидуальной защиты никуда. Акцию «Автобус Победы» она застала впервые и делится впечатлениями. Весенье, праздничное, хорошее настроение. А когда в автобусе вам часто выручали цветы и георгиевские? Нет. Впервые такое? Впервые, да. Пользуясь моментом, хочу поздравить всех ветеранов с этой великой победой, с этой великой праздником. Всех с праздником. За их труд, за их, как бы, что жарили все, что могли они для нас, что мы сейчас можем в такой мирной небе жить. Городские власти просят самарцев по возможности оставаться дома, но если необходимость поездки возникла, переживать за безопасность не стоит. В общественном транспорте ежедневно проводят санитарную обработку, используют средства, рекомендованные Роспотребнадзором. Миссия нашего предприятия – это безопасность и комфорт наших пассажиров. И все-таки мы хотим в наше время, нелегкое, подарить какой-то позитив наряду с безопасным проездом, с чистым подвижным составом и с хорошим настроением. Праздничный автобус на дорогах Самары можно застать сегодня и завтра, в день 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Мария Левина, Николай Сидоров. События.